Что такое прототипирование и аддитивные технологии? Зачем нужна 3D-печать и как на этом можно заработать? Открытый отраслевой профориентационный урок в школе номер 12-96 познакомил ребят с новым стремительно развивающимся направлением 3D-моделирования. 3D-печать – это одна из востребованных профессий для промышленности. И уже сейчас школьник со школьной скамьи может подготовиться к своему будущему. Например, он может участвовать в различных соревнованиях и олимпиадах по 3D-печати, тем самым развивая свои навыки. На уроке ребята убедились, что возможности 3D-печати почти безграничны. С ее помощью можно создать множество самых разных вещей. От колпака на диск легкового автомобиля до проектирования и мелкосерийного производства корпусов различных приборов. Но все это в будущем. А сегодня ребята учились моделировать самую обычную шестеренку в программе «Блендер». Целью моего сегодняшнего профоритенционного урока было научить ребят-школьников за 5 минут смоделировать работоспособную деталь, которую в дальнейшем они могут распечатать на 3D-принтере и применить ее непосредственно на практике. Я увлекаюсь математикой и физикой. Я также хожу на курсы по 3D-моделированию. И в будущем хочу связать свою профессию с большой наукой. А на этом уроке я узнал много нового и понял, как связать свои, так скажем, интересы и использовать их на практике. Ученица 5-го класса Мария, участница конкурса Junior Skills в компетенции прототипирования, поделилась планами по поводу будущей профессии и охотно продемонстрировала все достоинства своей конкурсной работы. Дозатор для конфет, распечатанного на 3D-принтере. Я давно интересуюсь робототехникой, 3D-моделированием и мечтаю открыть свою компанию в этой области. Недавно я приняла участие в конкурсе Junior Skills в компетенции прототипирования и создавала такую компетенцию. В первую очередь 3D-моделирование – это возможность проектировать, создавать что-то новое, возможность для творчества какой-то определенной реализации себя. 3D-моделирование, на мой взгляд, это профессия будущего, она будет очень востребованная и, возможно, даже станет моей профессией в будущем. Авиастроение и архитектура, медицина и приборостроение, робототехника и промышленный дизайн. От простейших приспособлений, облегчающих работу офиса, до функционирования сверхсложных систем. Все это – сфера применения 3D-печати. А начать осваивать новое перспективное профессиональное направление ребята смогут уже в школе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok